Замогильная экскурсия. 21 февраля 2019 года, 17.8. Дмитрий Самойлов. Журналист, литературный критик. В Москве хотят проводить официальные экскурсии для иностранцев по кладбищам. Такие экскурсии вроде бы и раньше были, но носили они не вполне официальный характер. А тут вот, может, целая программа появится. На пяти языках, английском, немецком, французском, китайском и корейском. Куда выпал испанский, сложно сказать, я летом в Москве видел много испаноязычных гостей, которые охотно осматривали все, наверное, и на кладбище бы согласились. Впрочем, то был чемпионат мира. Также по теме. Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне. Неизвестные атаковали могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Повредив монумент, посвященный общественному деятелю. Экскурсии на кладбище в Москве, а шире, во всей России совершенно необходимы. Особенно для иностранцев. Русская амортальная культура является естественным продолжением европейской культуры того же направления. В каждом путеводителе по городу, скажем, по Вене на первых шесть страницах сказано, непременно отправляйтесь в крипты, которые находятся под церквью, например, капуцинов. Крипты – это усыпальницы для царственных особ. Там не один. Благодаря амортальной культуре, культуре умирания империй, рождения нового мира, возник югентштиль, или, если угодно, модерн, или арнува. Это же стиль, основанный на образах смерти, и не зря он прижился именно в тех европейских столицах, где так ценили смерть, в Париже, Вене, Москве. Знаменитые кладбища и катакомбы Парижа. Катакомбы-то, положим, совсем жуть, подземелье общей площадью 11 тысяч кВ. М, полностью выложенное изнутри человеческими костями и черепами. А все же достопримечательность – часть музейного комплекса. Парижское кладбище Перлаше с могилами Эдит Пиофф, Марселя Марса, Джима Марисона и Нестора Махна – тоже обязательная туристическая остановка. А кладбище Сень-Дженевия в Дебуак северу от Парижа – место обязательной остановки для всякого туриста из России. Здесь ослепляет роскошный мозаичный ковер на могиле Рудольфа Нореева, умиляет псевдорусское надгробие Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус и успокаивает скромный крест Ивана Бунина. И еще удивляешься, видя совсем новые захоронения молодых людей, там, на русском православном кладбище. Вот жили в Париже, уже родились, видимо, там, были французами. А легли в кусок русской земли. Смерть и здоровые к ней отношения объединяют людей. В конце концов, смерть – это единственное, что есть в жизни вообще у каждого. Биографии могут разниться, начиная с момента зачатия, но каждая заканчивается кладбищем. У России, вне всякого сомнения, бесконечный исторический и туристический потенциал. Но и о кладбищах забывать не нужно. Можно сделать целые туры по кладбищам России. Начать, конечно, с Новодевичьего. Тут могила артиста Юрия Никулина. Сидит человек с сигаретой, а у ног его лежит огромный лохматый пес Федя. Как много такая композиция говорит о гуманизме народа и о национальном характере. Тут же недалеко памятник Ельцину, а немного в глубине надгробия Гоголя и рядом Булгакова, на могилу которого и положили камень с могилы Гоголя, когда последнего эксгумировали. За восемь лет до смерти Булгаков писал, обращаясь к умозрительному Гоголю, «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Укрыл. Не чугунной, а каменной. Но где еще, кроме как на кладбище, могло такое произойти? И где еще, возможно, такая прямая и ясная метафора преемственности? Потом иностранца, француза там или корейца, нужно отвезти на Бутовский полигон. И рассказать, кто кого расстреливал, угнетал и уничтожал. Показать наш Бабий Яр, нашу Катынь. Пояснит само понятие трагедии русского народа в 20 веке. Трагедии, если не сказать катастрофы. Дальше, бесконечные захоронения неизвестных солдат, кинотафы, каждый из которых обозначает десятки тысяч русских жизней, отданных за весь мир. Устроить экскурсию вокруг Волгограда, рассказать о Сталинграде, там же все, одно сплошное захоронение. Потом свозить по дорже, в мясной бор, на Курскую дугу. Прокатить по Петербургу, там же каждый дом, могила. А затем этого иностранца, еле стоящего на ногах, держащегося за голову и не моргающего, нужно для снятия напряжения отвезти на широкореченское кладбище Екатеринбурга. Туда, где похоронены всеуральские криминальные авторитеты, где памятники им стоят в два полных роста, с мерседесами, цепями и гранитными столами, накрытыми гранитными скотертями и самообранками, а как же, уважаемый человек должен отойти в иной мир, не меняя обстановки. Россия и мортальная культура очень близка, потому что именно Россия, персонифицированная своими людьми, умирала чаще и больше других. Был, видишь, милый иностранец, и такой период, и эдакий. Все умерли, ты посмотри. И так тихо на каждом кладбище. Тут блестящие высокие памятники, а там косые кресты. Но ты вглядись повнимательней, Россия-то, несмотря ни на что, жива, и поживее многих. Понимаешь, к чему я клоню? Вот тебе и экскурсия. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.